Четверть погибших по всему миру людей умирают от инфекционных заболеваний. И это без учета новой коронавирусной инфекции. Такую статистику привели на пресс-конференции, посвященной Европейской неделе иммунизации. Сегодня в России можно получить плановую профилактическую прививку от 18 видов инфекций. Особую опасность в последнее время представляют полиомиелит и дифтерия. Любая эпидемия, любая вспышечная заболеваемость. Тем более мы уже теперь с вами хорошо знаем пандемический период. Мы всегда говорим и очень хорошо слышим, необходимо разработать, необходимо приобрести, необходимо оснастись и необходимо проводить профилактические прививки. Любые массовые заболевания, их можно предупредить, их также можно приостановить с помощью профилактических прививок. Специалисты уверяют, сейчас самое удобное время, чтобы сделать прививку и от COVID-19. К тому же в регион поступает новый транш вакцины 17,5 тысяч доз спутника ВИ и чуть больше 6 тысяч компонентов и пивак-корона. Сегодня в Ульяновской области дополнительно развернуты больше 40 пунктов вакцинации. Работает 31 мобильная бригада. Свыше 97 тысяч жителей региона уже привиты от коронавируса. Из них 60 тысяч полностью завершили вакцинацию. В майские праздники каникулу процедурных кабинетов не будет. График работы кабинета вакцинации будет изменен в тех учреждениях, которые, если позволяет каждого кадровая обеспеченность, кабинет вакцинации будет работать с 8 до 20.00. Один день с 8 утра до обеда, второй день с обеда до 8 вечера. На конференции поговорили и о необходимости подготовки детей к прививкам. Такие старые рекомендации по типу «сделайте анализы» или «пройдите комплекс медицинских обследований» нигде в мире не приветствуются. Это утяжеляет процедуру подготовки и хождение по кабинетам только, ну, так скажем, несколько напрягает посетителей, потому что требует и время, и иногда даже финансовых вложений. Эксперты ещё раз напоминают, что прививаться от коронавируса нужно всем, независимо от того, переболели вы или нет. Рината Алиолова, Герман Баранов, Улправда ТВ.